МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржаке. Сегодня выпуски. 70 миллиардов тенге. На такую сумму был подписан меморандум с крупнейшими предприятиями Карагандинской области. В специальной экономической зоне Сарарка состоялось совещание по развитию казахстанского содержания. Сразу два смертельных дорожно-транспортных происшествия произошло в Карагандинской области 14 февраля. В общей сложности в аварии погибло 6 человек. Лирическая драма в постановке столичного режиссера. Актеры Казахского драматического театра имени Сакена Сифулина представили спектакль о поэтах Мухагали Макатаеве и Фаризе Унгарсыновой. Антифриз, продукты питания, спецодежда и шаровые краны. Это и многое другое представили местные производители Акиму области на специальной выставке. В специальной экономической зоне Сарарка состоялось совещание по развитию казахстанского содержания на территории Карагандинской области. В завершении был подписан меморандум с крупнейшими предприятиями региона на сумму более 70 миллиардов тенге. В переполненном зале собрались местные предприниматели. Екатерина Лялина гордо демонстрирует образец зимней спецодежды сотрудников Арселор Миттл Тимиртау. Каждая деталь данного изделия продумана до мелочей. Корпоративные цвета, защитные наколенники, прорезиненная ткань и клапаны для замков. Все это в совокупности делает спецодежду удобной, презентабельной и теплой. Следует отметить, что в компании Тимиртау Ассошеэйс энд Анселорис помимо дизайн-студии имеется и технологическая лаборатория, которая осуществляет контроль за сырьем и изделиями. Предлагаем также нашим заказчикам. Также у нас есть на предприятии своя технологическая лаборатория. Мы осуществляем входной контроль качества сырья необходимого и уже выходной контроль качества уже готовых изделий. Вся наша продукция соответствует нормам ВОЗ. У нас есть сертификаты СТГЗ. Также наше предприятие, возможно, единственное в Казахстане, у кого есть сертификаты европейских стандартов ЕН, потому что мы поставляли спецодежду и на европейские предприятия компании Арселор Миттл. Топарские теплицы обеспечивают овощами и фруктами не только Казахстан, но и 8 городов России. Кроме привычных томатов и огурцов, здесь также выращивают папайю, лимоны, мандарины и гуаву. Ежегодно методом гидропоники здесь производят свыше 4000 тонн овощей и фруктов. Примечательно и то, что производители разводят особый вид полезных насекомых. Топарские теплицы – единственная теплица в Казахстане, которая имеет свою лабораторию по выращиванию энтомофагов, то есть полезных насекомых, которые убивают вредных насекомых. То есть там, где другие теплицы используют химию, чистую химию, которая впоследствии потом уходит в плоды и потребляется людьми, мы используем именно биометод, то есть боремся с насекомыми естественным путем, находим естественных их врагов, которые убивают вредных насекомых. После того, как Акимобласти ознакомился с деталями производства, выставка плавно перешла в совещание с участием представителей малого и крупного бизнесов. Речь шла об увеличении на рынке доли продукции с маркировкой «Сделано в Казахстане». В своем выступлении председатель правления агентства местного содержания Адильхан Арастанов поведал о снижении уровня местного содержания и его причинах. На снижение повлияли такие факторы, как вступление Казахстана в ИТО и ЕС, где предусмотрен национальный режим и отмена требований по местному содержанию, которые ранее были предусмотрены законодательством в области госзакупок, в сфере недропользования, а также в квази-государственном секторе. В свою очередь, отмена требований сертификата формы СТКЗ также повлияла на данный фактор и колебания курса валюты, повышение цен на импортную продукцию и увеличение закупа высокотехнологичной продукции, которая не производится на территории Республики Казахстан. Это сказывается на показателях по республике в целом и по регионам в частности. В ходе совещания некоторые предприниматели обратились к Акимус с просьбой о помощи. В их числе и заместитель генерального директора компании 220 Вольт Фарис Мусин. Он поведал главе региона о распространенной проблеме сбыта отечественного товара. Несмотря на изобилие качественной продукции местных производителей, в учреждениях продолжают приобретать товары соседней России по завышенным ценам. «Ну когда же к нам проектные институты, гипы, начальники отделов, да, все прекрасно, все нравится, отлично, оставляем всю информацию, где-то проходит, год начинается, опять мы доказываем, ну что за горе-патриоты, когда же они повернутся к нам лицом и будут поддерживать отечественного производителя». Глава региона поручил своему заместителю Алмасу Айдарову вынести вопросы, требующие срочного решения на заседание специальной комиссии. «Если нужно, устраивайте обсуждения каждый день», отметил Ерлан Кошанов. «Я вот поручаю Алмас Айдаровичу, Ирнар Давыдовичу, на вашей комиссии, все эти вопросы должны быть рассмотрены, приглашайте, все проблемные вопросы, если надо ежедневно собирать, еженедельно, но все должны вопросы без внимания, без реакции не должны оставаться». По завершению совещания между Акиматом области и крупными предприятиями, такими как Арселор Миттл Тимиртау, Казахмыс и Жайренский горнообогатительный комбинат, был подписан меморандум на сумму более 70 миллиардов тенге, что превышает сумму подписанных меморандумов прошлого года на 23 миллиарда тенге. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сразу два смертельных дорожно-транспортных происшествия произошло в Карагандинской области 14 февраля. В общей сложности в аварии погибло 6 человек. На трассе в Щецком около 15 часов столкнулись автомашины «Лада Калина» и «Тойота Камри». Два водителя погибли на месте. В ДТП пострадали женщины с ребенком. Их госпитализировали в Абайскую районную больницу. Решается вопрос о транспортировке их в Караганду. Утром 14 февраля в Бухажраусском районе произошло другое ДТП, в котором погибли 4 человека, трое получили травмы. На 119-м километре автодороги Караганда-Каркаралинск столкнулись автомашины «Нива» и «Тойота». Пострадавшие госпитализированы в больницу Бухажраусского района. 14 февраля на территории Карагандинской области произошло два крупных авария, при которых погибло 6 человек. И различным травмам госпитализировано 8 человек. На сегодняшний день по двум фактам начато досудебное расследование по статье 345, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначено соответствующей экспертизой. Сдерживание роста цен на продукты питания, увеличение очереди на социальное жилье. Эти и многие другие вопросы обсуждались на очередной отчетной встрече Акима города Караганды Нурлана Аубакирова. Во встрече также принял участие глава области Ирлан Кушанов. Рассказав об долгах экономического развития Караганды за прошлый год и поведав о реализации важнейших государственных программ, глава шахтерской столицы Нурлан Аубакиров подробно остановился на социальном развитии Караганды. Это и благоустройство дворов, и сдерживание цен на продукты питания и работа общественного транспорта. Постоянной критике подвергается работа городского общественного транспорта. У населения возникают вопросы по регулярности маршрутов, схемам движения автобусов. В прошлом году в результате постоянных рейдовых мероприятий регулярность выхода пассажирского транспорта доведена до 85%. Также ведутся работы по увеличению графиков на внутригородском маршруте 118. Нами разработана новая схема маршрутов с учетом охвата общественным транспортом улицы имени Бауржана Мамушиле. Полностью внедрена система GPS-мониторинга пассажирского транспорта, которая позволяет отслеживать время движения автобусов и соблюдение скоростного режима. Следующим этапом станет внедрение программы электронного обелечивания. К работе общественного транспорта у карагандинцев действительно накопилось много претензий. Не меньше их и к состоянию городских дорог, особенно внутриквартальных и второстепенных, находящихся в стороне от центральных транспортных артерий. Вот Федоровка, я живу на Федоровке, у нас только одна улица Молокова асфальтирована, по которой ходит первый автобус, а остальные улицы ни Юбилейная, ни Разрезовская, ни Пахотная, ни Орлова, даже ни грамма асфальта нет. Там проехать на легковой машине невозможно, там ямы по полметра глубиной. Будет ли там производиться когда-то асфальтирование дорог? В прошлом году по инициативе руководства области начали такую работу по сортировке, по Михайловке. В этом году завершим, то есть на тех улицах, это Олимпийская, Заводская, на которых, ну не знаю, 60-х, 70-х годов асфальта не было, а на некоторых вообще не было. Поэтому в этом году мы завершим там все работы и уже планово потом перейдем на Федоровку. В этом году заложены деньги на ремонт до конца первого маршрута, потому что там есть вопросы, получается, до завода, до 64-й школы в этом году деньги. А потом мы уже планово зайдем на улицы частного сектора уже и Федоровки. В отчетной встрече градоначальника принял участие Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Он отметил, что доклад Нурлана Аубакирова об итогах прошлого года был, что называется, без сучка, без задоринки. Сказано это было в положительном ключе. Глава области отметил многочисленные позитивные изменения, произошедшие в Караганде, обратив особое внимание на ряд вопросов. Первое. Город должен развиваться. Для этого нужны условия. Уже сегодня Караганда столкнулась с дефицитом мощностей и изношенных сетей. В этом году мы в область направляем только на ремонт изношенных сетей. Около 6 миллиардов тенге мы нашли в областном бюджете и направляем в город Караганду. И все вы знаете, что на протяжении многих лет не решается вопрос тепломагистрали по проспекту республики, по Чапаево, который вот уже зимой несколько уже таких аварий было. По ним мы этим летом, Нурлан Еребаевич, вопрос должны снять. Деньги мы вам нашли, надо довести до логического конца. Другой серьезный вопрос строительства жилья. Акимобласти отметил, что еще год назад в очереди на получение социального жилья состояло 15 тысяч карагандинцев. На начало нынешнего года очередь возросла до 17 тысяч человек. Подробно Ерлан Кушанов остановился на сдерживании цен на продукты питания. На сегодня я хочу сказать, для основных видов продуктов питания у нас запасов хватает. Буквально я на днях подписал постановление, уже проводим первые интервенции. Выбрасывая на рынок продукты по сниженным ценам. Но, Нурлан Еребаевич, вы должны отслеживать ситуацию и заранее, это через СПК или через сельхозтоваропроизводители, возможности все есть, вы должны эти вопросы упреждать. Это ваш вопрос. Караганда большой город и проблемы имеются, но все они будут поэтапно решаться совместными усилиями городских и областных властей, заверил Аким Карагандинской области. На двух отчетных встречах в адрес Акима Караганды поступило несколько сотен обращений и предложений. Городоначальник заявил, что ни одно из них не останется без ответа. Андрей Тенгер, Жаналипов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Следующая информация интересна для водителей. Снижены штрафы за превышение скорости движения из-за нарушения правил остановки. Смягчается ответственность водителей, что не освобождает их от соблюдения правил дорожного движения. Об изменениях в кодексе, об административных правонарушениях рассказали на площадке региональной службы коммуникации. С введением в силу действующего законодательства и гуманизацию административного законодательства были изменены размеры штрафных санкций за определенные правонарушения на дорогах. К примеру, снижены штрафы за превышение скорости движения на величину от 10 до 20 км в час, с 10 до 5 мрф снижены, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов от 50 мрф до 15 мрф. Кроме того, снижены размеры штрафов за нарушение правил расположения транспортного средства на правиле части дороги, а также обгона без выезда на встречную полосу движения с 20 мрф до 15 мрф. Новые поправки смягчают ответственность водителей за совершение дорожно-транспортных правонарушений по многим составам. Можно оплачивать штрафы со скидкой в 50%. С января текущего года все изменения уже работают. У нас ранее сокращенное производство, как мы говорим, употреблялось по отдельным моментам, сейчас он увеличен и добавили, что теперь сокращенное производство применяется так же, где имеются альтернативные санкции, но именно хочу отметить, где есть только предупреждение. То есть не будет сокращенное производство применяться, где альтернатива имеет штраф и, например, арест. То есть тут мы применяем сокращенное производство неба, в воздействии и предупреждения. В последнем ежегодном послании народу Казахстана глава государства поручил развивать в стране цифровые сервисы в различных отраслях и адаптировать законодательство под цифровые правила. Комитетом по правовой статистике и специальным учетам разработана система «Единый реестр административных правонарушений». Алгоритм работы системы прост. Инспектор ДПП с помощью планшета в несколько кликов составляет электронный протокол, который моментально попадает в республиканскую базу данных с отображением сведений в банках второго уровня. Этот пилотный проект мы в прошлом году презентовали в конце года 2017 года. Я думаю, это позволит гражданину сразу после оправления протокола произвести оплату штрафов, в том числе с использованием новых технологий. На брифинге было подчеркнуто, что несмотря на гуманизацию административного законодательства, ответственность за нарушение правил дорожного движения как с водителей, так и с пешеходов не снимается. За грубые нарушения, особенно с травмированием на дорогах, будет и особый спрос, согласно законодательству Республики Казахстан. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Лирическая драма о поэтах Мухагали Макатаеве и Фаризы Онгарсыновой представлена труппой Казахского драматического театра имени Сакена Сейфулина. 14 февраля на сцене театра имени Станиславского состоялась премьера спектакля в постановке столичного режиссера Нурлана Жуманьязова. Имена Фаризы Онгарсыновой и Мухагали Макатаеву увековечены в сердцах любителей казахской поэзии. На протяжении долгих лет людей волновал вопрос о том, что связало двух великих поэтов. Известный драматург Рахмжан Утарбаев постарался хоть немного приоткрыть завесу этой тайны. Свою пьесу автор доверил режиссеру-постановщику Нурлану Жуманьязову. На сцене драматического театра имени Станиславского были показаны последние 10 дней жизни Мухагали Макатаева. Была ли между двумя талантами всепоглощающая любовь или же их связь больше напоминала отношения брата и сестры? Этот вопрос автор пьесы оставил открытым, показав зрителям лишь смесь реальных фактов и своей фантазии. Пьеса основана на событиях последних 10 дней жизни Мухагали Макатаева. То, что в эти дни Фариза находилась рядом с ним, лишь наша фантазия. Люди всегда хотели, чтобы эти поэты были вместе. Весь народ объединило безумное желание стать свидетелями любви двух творческих личностей. Мы же старались показать, что Мухагали и Фаризу связывало нечто большее, чем примитивная связь между мужчиной и женщиной. Их трепетные отношения основывались на единстве убеждений и любви к поэзии. Мухагали Макатаев высоко ценил творчество Фаризы Унгарсыновой. Сус народа до сих пор не сходят строки прекрасного стихотворения, который поэт посвятил поэтессе. Фариза, Фариза Жан, Фариза Кас. Нежно обращался Мухагали Макатаев к самой неординарной и смелой поэтессе своего времени. Во время пьесы на сцене театра прозвучали и другие стихи, вышедшие из-под пера великого поэта. Мен таң алдында бір бөлем жасын. Тыңдайыз, а? Айин. Казыр. ПЕСНЯ Пока спектакль приурочен ко дню рождения Мукоголи Макатаева. Среди множества мероприятий, посвященных этой дате, лирическая драма «Фаризай Мукоголи» является самой яркой и масштабной. После просмотра спектакля каждый найдет в этой поразительной истории то, что перенесет его в эпоху гения в казахской литературы. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Командно-штабные учения стартовали в войсковых частях регионального командования Астана. Они будут проведены в три этапа. Огневую подготовку военнослужащие продемонстрируют на военном полигоне. С подробностями Миром Гульсал Кимбаева. Утром части были подняты по тревоге. Личный состав получил штатное оружие и выдвинулся в указанные районы для проведения практических действий. Согласно замыслу, учение пройдет в три этапа. Сначала военные отработают степень боевой готовности, затем организуют марш в условный район и на заключительном этапе проведут специальные войсковые действия. Военнослужащие к практическим действиям уже приступили. В Организации Республики Азахстан продолжается наращивание занятий по боевой подготовке, в рамках которого сегодня в войсках регионального командования Астана личный состав поднят по тревоге для решения учебно-воевых задач. Сейчас личный состав готовится для убытия в указанный район для практических действий. Владислав Шевченко проходит службу в войсковой части регионального командования Астана вот уже девятый месяц. За время службы освоил специальность пулеметчика. На учениях молодой человек должен выполнить ряд задач и установленные сроки. Это и покажет способность военнослужащего. В армии мне нравится служить. Хотелось бы таким же ребятам, как я, пожелать, чтобы служили, не отказывались, приходили в армию, служили, чтобы у них было дальнейшее будущее, все знали. Команд на штабных учениях принимают участие командиры и штабы воинских частей в полном составе. В ходе боевых занятий военнослужащих ожидает выдвижение на западный рубеж и уничтожение огневых средств противника. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. 23 февраля во Дворце культуры Горняков в 15.00 состоится отчетная встреча с населением Акима Карагандинской области Ирлана Кошанова. Организаторы заявляют, что принять в ней участие может любой житель области. С 12 февраля начинает работать телефон горячей линии, по которому можно передать главе области свое обращение. С 19 по 22 февраля в спортивном комбинате имени Нуркена Абзирова будут проводиться дни открытых дверей с участием представителей областных управлений. В городах и районах размещены ящики для сбора обращений. На сайте Акимата Карагандинской области на постоянной основе работает виртуальная приемная Акима. 23 февраля в 15.00 часов отчетная встреча Акима области будет транслироваться в прямом эфире на областных телеканалах, интернет-ресурсе, на сайте Акимата Карагандинской области, а также в социальных сетях. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если есть у вас интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солбоксер. Редактор субтитров А.Семкин